Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую и понемногу живу в разных странах. Сейчас мы находимся на пляже в городе Дананг, это Вьетнам, и в сегодняшнем выпуске я покажу вам, где и что здесь можно поесть. Давайте пожелаем нам приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Тебе осталось только бетличек. Посмотрите, какое здесь прикольное меню на такой дощечке выполнено, на разделочной доске, и нам вот еще приносят всегда приветственную воду. Собственно, здесь прикольные завтраки, мне нравятся. Мы вот обычно берем типа таких всяких брускетт, ну вот есть тут, допустим, на ланч можно всякие вот такие боулы поесть. И тут везде можно добавить, если вы что-то хотите. Ой, я вот такие штуки прям обожаю. Я обычно беру вот такое что-то. Так, ну в общем, сейчас мы будем делать свой выбор, а потом я вам это покажу, что мы взяли. Я себе взяла вот такой завтрак, как я вам и говорила, он с грибочками. Вот сюда можно добавить бекон, если вы захотите. Кстати, оцените порцию. Я пока ждала заказ, уже выпила весь свой чай. А Кирилл взял вот такой боул. Здесь курица, кешью, овощи. И что прикольно, принесли отдельно соус. Не люблю, когда, знаете, заливают какой-нибудь сахарным соусом и невозможно есть. Ну что, пожелайте нам приятного аппетита! Мы с Кириллом будем завтракать! Ну как? Еще один вариант завтрака, ну либо, возможно, для кого-то это обед, который я хочу вам показать. И это такой более вьетнамский вариант, и он называется банми. Для тех, кто уже был когда-либо во Вьетнаме, ну, собственно, вы и так знаете, что такое банми. И поэтому для вас я всего лишь покажу локацию, которая мне нравится в Донанге. Но для тех, кто не знает, банми вообще это сэндвич в багете, который пришел еще от французов, если я не ошибаюсь, в 17 веке, когда здесь была французская колония. Когда французы ушли, вьетнамцы адаптировали это блюдо под себя, добавили туда ингредиентов, которые они используют, что очень удешевило этот продукт, и он стал доступен для любого вьетнамца. Вообще, банми переводится с вьетнамского как хлеб, и он не относится прям конкретно к этому блюду. Можно наблюдать, как на каких-нибудь ценниках в магазине пишут вывеску банми. Это такое объемное понятие. Но и конкретно банми это и блюдо. И, кстати, еще один интересный факт, который я почитала, что здесь из-за этого банми, который является таким очень дешевым, хорошим, вкусным фастфудом, не прижились такие гиганты, как Макдональдс и KFC. Ну, то есть, они как бы есть, но в них никто не ходит. Поэтому пойдемте его обязательно попробуем. И я вам оставлю локацию этого места у себя, во-первых, на канале в Телеграм. Ну, во-вторых, если список будет небольшой, то я, наверное, оставлю еще и в описании к этому видео. Но это не точно. Лучше заходите на канал в Телеграм. Там много всего интересного. Да и контент там появляется гораздо чаще и больше в моменте, нежели пока я смонтирую видео и пока выйдет этот выпуск. Что, Кирилл заказал нам наши классические банми? Да, заказ. Все вместе вот у нас вышло. Две банми с яйцом с сыром добавленным на 146 тысяч ленгов. Здесь вот можно взять классические, обычные банми, которые они подают. То есть, с яйцом традиционные. И можно еще добавить, что вы хотите. Мы, например, обычно всегда берем банмишку с курицей. Вот такую вот. Она стоит 49 тысяч. И добавляем в нее, добавляем в нее яичко и чиз. И получается прям очень сытно. Ну что, посмотрите, принесли вот такую банмишку. Нам приносят ее вот в таких упаковочках. Я специально для вас достану, хотя вообще ее удобнее есть, ну вот задержаться вот за эту, потому что она течет, и здесь кусать. Но я не могу вам не показать содержимое этой банмишки. Посмотрите, сколько здесь начинки. Мы взяли с курицей, яичко и яйцо. И здесь всякие травы различные. В общем, у меня уже текут слюнки. Она вот запечена вообще идеально. Она прям такая хрустящая, сочная. Но при этом внутри мягкая. И плюс там еще свежие овощи есть, что делает ее очень сочной. Там огурчики, помидорки. Ну все, мы приступаем к еде. Вот что-что. Довиками, конечно, очень хорошо умеют работать с хлебом. С хлебобулочными изделиями, да, казалось бы. Допустим, сыси со днями в Таиланде вообще не умеют. Хлеб. А здесь наследие французов, видать, дает о себе знать. И, конечно, вот эти багеты, их это нечто потрясающее. Очень вкусная вещь. Будете во Вьетнаме, обязательно попробуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хочу вам показать одну прикольную кофейню, в которую мы любим заезжать. Здесь подают очень вкусный кофе. И здесь делают классные круассаны с соленым яйцом. И сейчас мы обязательно их попробуем. Это чтобы я вам рассказала кое-что про кофе. Сделали мы свой заказ, нам все принесли. Будем сейчас есть круассан. Вьетнамская классическая кофе различная. Мы будем пробовать дальше. Обязательно смотрите видео дальше, не пролистывайте его. И я вам покажу, как вьетнамцы пьют кофе с яйцом. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас обычный аист американо. И я взяла себе тоник. Кофе-тоник. Эспрессо-тоник. И вот здесь круассан. И на самом деле, вот как я вам говорила, вьетнамцы так могут в хлеб. Это просто что-то невероятное. Мне кажется, лучше даже во Франции не будет. Пишите, кто был во Франции и одновременно был во Вьетнаме. Где было вкуснее. Короче, я разломала как могла. В общем, вот такой круассан. Посмотрите, какая аппетитная штука. И оно на самом деле очень-очень вкусное. О, Денис, Денис, Денис. Все, потянула. Я просто варвар. Обалденная вещь. Обязательно попробуйте. Очень классный круассан. Ну а мы тем временем поехали дальше. Точнее, мы-то остаемся здесь. Но в видео. Новая кафешка. Ерминская прódинка. Новая кафешка. Так очень вкусный. Новая кафе. Ерминская прódинка. traditions И вот эти кафешка Strauss Yanko. Первой кафешки. Мат нашего кафешка. И вот эти кафешки. приехали в одну из самых лучших пиццерий в Дананге. Мне кажется, это даже самая лучшая пиццерия. Пойдемте посмотрим и обязательно попробуем. Когда я говорю самая лучшая пицца, я подразумеваю именно конкретно вкус пиццы, потому что само место, я не могу сказать, что какое-то прям очень приятное. Здесь очень шумно, столики стоят очень максимально близко к друг другу. И здесь больше не про посиделки такие уютные, а просто приехать на обед и съесть очень-очень вкусную пиццу, чем мы сейчас решили заняться. Столики сюда бронировать лучше заранее. Сделать это можно прямо через гугл-карты, потому что здесь всегда много народу, всегда все занято. Вот посмотрите, там люди сидят, ожидают. Сейчас хотя время всего лишь 12 часов дня, то есть это даже не вечер. Обычно к ужину много народу, но нет, здесь много народу абсолютно всегда. Мы сюда приезжали несколько раз и всегда была такая ситуация, если столики не бронировали, то мы сидели просто ждали, когда они освободятся. Для начала мы заказали салат. И, кстати, знаете, что прикольно? Здесь очень большие порции и мы просим их разделить на две разные тарелки. Салат с авокадо, помело, сыр очень вкусный, прям настоящий классный сыр. Лосось, сал, ну, господи, кто это? Ну и зелень. Собственно, вот такой салатик. И вот здесь еще соус. Люблю, когда соус приносят отдельно, и ты можешь наливать его столько, сколько угодно, потому что несколько раз была в разных кафешках, ресторанах, где просто все заливают соусом. Он еще какой-нибудь очень сладкий, и ты просто не можешь есть эту еду, закажешь салат, а тебе это зальют сладким соусом. Подошла наша супер вкусная пицца. Здесь прикольно, можно заказывать по половинке, по половинке двух разных пицц. Мы заказали одна со шпинатом, яйцом, и вторая с лососем и сыром. И это потрясающе вкусные пиццы, вот реально. Я в Юго-Восточной Азии, наверное, ни разу нигде не ела прям такую вкусную пиццу. Единственная была прям тоже наравне с этой, это в Камбодже, в Пном Пене. Мы там ели в пиццерии в одной. Если будет нужно, я локацию оставлю. Ну все, мы начинаем есть. Приятного нам аппетита! Ну что, мы пообедали. Сейчас самое время попить очень вкусное кофе и показать вам одну симпатичную кофейню. Ну все, мы погнали! Мы приехали в кофейню. Кирилл. Кирилл сейчас вел байк, еле отбивались от вьетнамцев. Тут, конечно, движение, это просто... Я не знаю. Ну, в общем, если вы будете во Вьетнаме, то вы все поймете с первого раза. Особенно, если ваш первый раз будет в каком-то крупном городе, как у нас был в Ханой. Кстати, встретим мой выпуск из Ханой. Вот нам принесли вьетнамский яичный кофе. Здесь он стоит 45 тысяч донгов. И сейчас мы его будем пробовать. Кроме этого, нам сейчас принесут еще один вид кофе. Это будет солтед кофе. Тоже популярное во Вьетнаме кофе. Очень нравится нам, в первую очередь, Кириллу. Стоит он 39 тысяч донгов. И вот это солтед кофе. Итого у нас вышло три вот таких напитка за 129 тысяч донгов. Ну что, с чего начнем? Как думаете? Я попью, сделаю глоточек обычного кофе. Посмотрите, какие здесь кружечки еще. Кстати, ребята, если вы будете в Дананге, и если вы ищете место, где можно выпить классного кофе, относительно недорого, еще и поработать, то это место это топ. Здесь очень-очень быстрый интернет. Это самый быстрый интернет, где мы видели вообще в целом в Дананге. Кофе приятные, цены приятные, местечко тихое, народу никогда не бывает. Это вообще супер место. Ну что, яичный кофе. Мы его пили уже не первый раз. И, кстати, его везде делают по-разному. Вот здесь, смотрите, сделали как у крем-брюле подожгли. Так делают не везде. В некоторых кофейнях яичное кофе делают прямо оно такое очень-очень густое. И малое количество кофе. Вот мы пили, допустим, в Ханое. Там как было яичное кофе, там реально был как будто бы белок такой взбитый. И кофе было буквально эспрессо немножко на донышке. Вот такой крем здесь. Вот знаете, мне напоминает мороженку какую-то ванильную, что ли. Кирилл за кадром, наверное, слюни пускают. Внутри кофе прям крепкое и горьковатое. Не много сахарности. Знаете, бывает иногда прям перебарщивают, делают супер сладкое. А здесь прям такой кофейный, горьковатый вкус. Потрясающе обалденный кофе. Я думаю, мы вообще взяли зря обычное черное кофе. Я думала, что мы не напьемся. Ну ладно. Так, салкид кофе. Здесь тоже, смотрите, пенка. И она тоже на самом деле везде разная. Где-то она прям очень соленая, но пару раз мы пробовали, она была прям сладкая, что вообще не камильфо, мне кажется. Здесь прям соленая. Действительно соленая, прикольная пенка. Не прям соль ты как бы пьешь, но она такой солоноватый. У нее оттенок. А само кофе, наверное, такое же, судя по тому, как оно выглядит. Да, кофе у них внутри, вот там внизу одинаковые штуки. Но вот эта штучка прям вообще очень вкусная. А сейчас мы приехали в мое самое любимое едальное заведение в Дананге. И оно называется Рейнбоу Паке. Ну, как вы можете понять из названия, поесть здесь можно боул и паке. Но самое прикольное, это концепция этого заведения. Дело в том, что большинство сотрудников здесь глухонемые. Помимо всего прочего, здесь реально очень-очень-очень вкусно. Здесь подают здоровую еду без сахара, без глютена, без каких-либо добавок. Просто здоровую, хорошую, качественную еду. Смотрите, какая здесь интересная концепция заказов. Вам выдают вот такие менюшки, уже сами менюшки очень прикольные. Вам приносят бумагу и карандашик. И вам нужно самим написать ваш заказ сюда, и вам его принесут. Здесь на самом деле очень объемное меню, очень много вкусностей. У меня есть свои какие-то фавориты, которые я сейчас и закажу, чтобы поделиться ими с вами и сказать, что тут есть самое вкусное. Хотя на самом деле здесь вообще все вкусно, мы много что здесь пробовали. Итак, нам принесли наш заказ. И что я искренне рекомендую? Ну, во-первых, вот такой. Это прямо, мне кажется, классика. Это называется rainbow пакет с лососем. И здесь, посмотрите, у нас есть имбирь, бобы, как они правильные, да, мамы. В общем, не могу их никогда выговорить. Ужасно вкусная штука. Вот можно на выбор взять с бурым рисом и с белым рисом. Это такос, такос с лососем. И он завернут в нори и обжарен. Очень-очень обалденная вещь. Прям рекомендую. Это мой оздоровительный шот с имбирем. Обалденная вещь, но жесткая. Кирилл с него и кайф. И вот такая протеиновая штука. Мы ее берем как и на десертик, но она на самом деле очень-очень сытная. И посмотрите, какая огромная бадья. Мы приступаем к еде. Желайте нам приятного аппетита.